Таких детских садов, как Пчелка, не то что в Анапе на территории края единицы. Здесь работают с детками, имеющими нарушение опорно-двигательного аппарата. Развивающее и оздоравливающее пространство создают буквально на каждом углу. Сейчас, например, педагоги придумали тропу здоровья. Все вот эти вот будут заполнены емкостями, только натуральным песком, галькой. То есть в прохождении детей будет массаж стопы, что немаловажно. Решение принять участие в благом начинании рождается моментально. Сделайте вот эти дорожки, чтобы детки ходили ножками, вот это на камушках. Они там разные, гладенькие, галька есть. То есть ее укладывают ребром? Ребром и так укладывают, а мы найдем средства оплатить. Хорошо. В этом году детскому саду 80 лет. Несмотря на почетный возраст, учреждение одно из самых успешных в Анапе. Сегодня в Пчелке 110 воспитанников. Педагоги используют лучшие инновационные методики для восстановления здоровья своих подопечных. Приехать накануне Международного дня защиты детей без подарков гости не могли. Сплит-система сладостей и решение помогать в дальнейшем. Такой наш небольшой подарок. Кондиционер и будущая смета на испытывание тропы здоровья. Поддерживать существующие и строить новые дошкольные учреждения – задача номер один, причем для всех ветвей власти. Юрий Федорович, это вот мы о чем говорим сейчас. Что касается застройщиков, мы уже вот говорим, 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 говорим. У нас очень большой приток населения, и особенно Анапа, Геленджик, Сочи. Но мы что можем, конечно, делаем по возможности. И за счет бюджета, и за счет дотаций, и за счет вложений. Но надо бизнес привлекать. Иван Иванович, ну, сегодня мы подготовили площадки под детские сады, разрабатываем кирпичную документацию. На Крымской мы строим садик, уже фундамент начали, все, деньги есть, все. Мы планируем построить в Воскресенке садик, то есть мы движемся. Но, естественно, потребности больше, потому что миграционный поток намного выше. Знакомство с детским садом у гостей оставило самые положительные впечатления. Представители законодательной власти пообещали, что это не последний их визит.